МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте. 27 января, в день 77-й годовщины полного снятия блокады, осажденного в годы Великой Отечественной войны Ленинграда, Ненецкий округ присоединился к памятной акции блокадный хлеб. Оленеводы общины Емфто обнаружили вырытый котлован с нефтесодержащей жидкостью на Черпаюском месторождении, о чем сообщили контролирующим органам. В 2021 году по федеральным программам земский доктор и земский фельдшер в регионе планируется пригласить 10 медицинских работников, чем привлекает Заполярье. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации на территории Ненецкого автономного округа. За последние сутки в округе зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в числе заболевших жители Нарьинмара, поселка Искатели и села Несь. Таким образом, по данным на 27 января, на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР лаборатории уровня референс, находится 61 пациент. Из них в стационаре получают лечение 16 человек. Находится на амбулаторном лечении 45 человек. Двое пациентов выздоровели. На учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу состоят 405 человек. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 890 случаев COVID-19. Напомним, до 31 января 2021 года в Ненецком автономном округе продлен режим повышенной готовности. На этот период действует масочный режим, режим двухнедельной самоизоляции по возвращении в Ненецкий округ из других регионов. Кроме того, до 8 февраля в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции может не применяться к руководителям органов власти, учреждений, предприятий и организаций, работникам сфер здравоохранения и образования учреждений непрерывного жизненного цикла. Дополнительную информацию о режиме повышенной готовности, лекарственном обеспечении и многом другом можно получить на региональной горячей линии по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Котлован с нефтесодержащей жидкостью на Черпаюском месторождении обнаружили оленеводы семейно-родовой общины ЕМПТО. Они сразу же сообщили контролирующим органам об инциденте на нефтепромысле в Тундре. Оленеводы обнаружили вырытый котлован с нефтесодержащей жидкостью на Черпаюском месторождении. Удалось выяснить, что у общества РН «Северная нефть» замерзла труба и в результате перекачка нефти приостановилась. Обнаружена яма выкопанная, тракторная техника, внутри которой есть нефтесодержащая жидкость. Предоставлены фотоматериалы и координаты месторасположения этого участка. Соответственно, на основе этого данная информация была направлена в уполномоченную структуру. В ближайшее время на место инцидента вылетит межведомственная комиссия для проведения проверки на предмет нарушения природоохранного законодательства. Департамент также направит материалы в Росприроднадзор для оценки происшествий и принятия мер. Легковушки на старт. С 1 февраля в Ненецком округе планируют открыть зимник на Ренмар-Усинск и для легкового транспорта. Об этом на еженедельном расширенном совещании губернатор заявил руководитель окружного департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Павел Масюков. Подробности далее. Проезд грузового транспорта по зимней автодороге на Ренмар-Усинск открыт с 18 января. Ограничения для легковых автомобилей были введены из-за того, что толщина снежного покрова не позволяла выровнять ледовое покрытие трассы для безопасного проезда. По словам руководителя профильного департамента, в регионе наконец-то установилась благоприятная погода для подготовки зимника и для легковых автомобилей. Васильевич, сейчас как раз погода благоприятная для того, чтобы слой наморозить дополнительный, чтобы комфортно было на легковом транспорте ехать не по кочкам, а ровненько, нормальному зимнику ехать. То есть подрядчик сейчас выравнивает этот слой, домораживает переправы и расширяет саму дорогу, чтобы ее не заносило. Выполнить работы по обустройству зимника для проезда легкового транспорта обещают срок, а возможно даже быстрее. Ну, если даже это произойдет раньше, это будет тоже хорошо. Да, да. Если будет готово раньше, мы откроем раньше. Напомним, что контракт на обустройство и содержание зимника до Усинска заключен с обществом «Трансстрой». Его стоимость по итогам торгов составила 77,76 миллионов рублей. Общая протяженность трассы автозимника в этом году составляет 54,8 километра. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». В собрании депутатов Ненецкого автономного округа на заседании комиссии по социальной политике обсудили план законотворческой деятельности на 2021 год. Законопроекты, над которыми будут работать депутаты в этом году, расширят меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Так, за счет средств окружного бюджета будут расширены меры соцподдержки по оплате обучения детей инвалидов в специализированных образовательных организациях за пределами округа. Инициатором законопроекта выступила председатель комиссии по социальной политике депутат регионального парламента Анна Булатова. В основе законопроекта обращение родителей детей инвалидов по предоставлению за счет средств окружного бюджета дополнительных мер социальной поддержки. В настоящее время детям инвалидам оплачивается обучение в специализированных образовательных организациях. Также детям инвалидам и лицу, сопровождающему ребенку, оплачивается проезд в место обучения в специальных образовательных организациях и обратно. Окружные депутаты предложили продлить меры социальной помощи детям инвалидам до момента окончания их обучения в специализированной образовательной организации и не только до 18 лет. Председатель постоянной комиссии также напомнила, что проект закона находится на общественном обсуждении и размещен на официальном сайте окружного собрания депутатов. Еще одна законодательная инициатива касается оказания услуг по зубопротезированию жителям округа, достигшим 50 лет для женщин и 55 для мужчин, а также неработающих инвалидов вне зависимости от возраста. Кроме того, окружные депутаты планируют рассмотреть проект закона об установлении запрета на розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и введение административной ответственности за нарушение правил продажи. В повестку дня работы постоянной комиссии по социальной политике в феврале включили вопросы, связанные с лекарственным обеспечением жителей округа и работой структурных подразделений ненецкой формации на селе. Также парламентарии вернутся к обсуждению комплексной медико-социальной помощи детям с задержкой речевого развития. Этот вопрос окружные депутаты поднимали в декабре 2020 года. По итогам обсуждения профильным ведомствам направлено предложение для проработки вопроса. На контроле комиссии остается и вопрос об эксплуатации блочно-модульных зданий фельдшерских здравпунктов в сельских населенных пунктах. Хорошие специалисты на вес золота. В 2021 году в регион приедут медицинские работники в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». О героях нашего времени в следующем сюжете. Лыкжимана Мсараева еще студенткой окончила медицинский институт. Однако свою профессию выбрала не сразу. Дело случая. Познакомилась с выпускницами будущими стоматологами. Они-то ее и уговорили. Мне посоветовали, иди в стоматологию, не пожалеешь. Я на завтра пошла уже, подала документы и сразу на стомфак. Вот они мне фактически всю жизнь мою перевернули. И я нисколько не жалею, что именно выбрала именно стоматологию. За плечами врача-стоматолога огромный стаж. 10 лет в районном центре, 20 лет во второй городской стоматологии Улан-Удэ. Теперь Лыкжима переехала в наш заполярный край. Трудится в телевисочном здравпункте по программе «Земский доктор». Хотелось бы открыть новую страницу для своей жизни, как 20 лет спустя я открывала после районного центра. Поэтому это выбирали. Но выбрала именно сюда, что сюда я выбрала. Эта коллега сюда приезжала, отработала полгода. Она уехала по семейным обстоятельствам. И когда она уехала, я у нее спросила, ты откуда приехала. И она дала координаты мне, Алексею Владимировичу. Ну еще я созвонила с Алексеем Владимировичем, все свои резюме отправила. После некоторого времени он меня пригласил. В 2020 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в округ были привлечены 9 специалистов из разных городов. «И я нисколько не жалею, что именно попала. Хотя родственники, родные, друзья, все удивились. Ты какую даль уехала? Для них это было вообще шок. Пациенты все потеряли, все спрашивают, вы где? Я говорю, далеко, далеко. В Арктике, я говорю, все удивляются. Ну вот так жизнь меня перебросила сюда». Проработав еще только три месяца, Лыгжима уже успела отправиться в свою первую командировку в деревню Андик. Волшебные руки и настоящий талант. Именно так отзывались о докторе-пациенте. «Сейчас она у нас работала в Андике. Две недели отработала, приехала с Андига с хорошими отзывами. С 1 февраля она у нас будет работать в Великовисочном. Далее в марте у нее Оксина. А дальше опять у себя в Толюске». Лыгжима нам в Сараево в командировках работает на портативном оборудовании. Даже если нет стоматологического кабинета, для врача золотыми руками это не проблема. «Мы очень рады, потому что наблюдаешь, когда заработала Лыгжима чем-то жиреная, и прямо заметно, вы знаете, в ней профессионализм заметен. Ну, там рука на работу, но уже вообще замечательно. Мы очень рады. Я думаю, что население очень радо. Я очень бы хотела, чтобы близлежащие населенные пункты к нам обращались сюда, потому что работать здесь ей намного удобнее будет, потому что вы сами видели, что условия созданы такие, какие надо, а не то, что там три погибели, согнувшись над человеком на стуле, на каком-нибудь, да? Поэтому по записи телефоны есть, пожалуйста, звоните, записывайтесь, и мы будем вас с удовольствием принимать, а вы будете обозревать наше заведение». В 2021 году по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регион планируется пригласить 10 медицинских работников. «Мы ждем, что к нам приедут неврологи, кардиологи, онкологи. Также у нас есть потребность в акушерогинекологах. Есть потребность, вот она сейчас недавно у нас выявилась, здесь тем, что доктора ушли в декретные отпуски и уволились. Это врачи-терапевты-участковые. То есть специалистов мы этих ждем, либо из других регионов, либо тех, которые поручились по целевым программам в медицинских вузах страны». Добавлю. По условиям программы медики, переехавшие в регион получают единовременную компенсационную выплату. Врачи, приехавшие работать в Наринмар, получают 1 миллион рублей. Фельдшеры – 500 тысяч рублей. Врачи, переехавшие на работу в сельский населенный пункт или рабочий поселок, получают 2 миллиона рублей. Фельдшеры – 1 миллион рублей. Наталья Дуркина, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Помним, 27 января отмечается День воинской славы России, День снятия блокады города Ленинграда. В дни празднования 77-й годовщины снятия блокады в память о подвиге Ленинграда и его защитниках в Ненинском округе прошли памятные мероприятия. «Попробуйте, пожалуйста, норму, суточная норма, 125 грамм во время блокады». 125 граммов хлеба – это минимальная дневная норма в блокадном Ленинграде. Ольга Егорова, заведующая кулинарией ресторана «Север», предлагает всем желающим попробовать блокадный хлеб на вкус. Специально для акции его изготовили по особой рецептуре, только из пищевых ингредиентов. Не всегда и был хлеб. Были дни, когда люди были и без хлеба. То есть хлеб могли, вот такой кусочек хлеба, они могли съесть всего в день. Больше ничего у них во рту не было. Акция «Блокадный хлеб» для Владислава Романова стала неожиданностью. Зашел в кулинарию перед обедом, а получил кусочек блокадного хлеба и воспоминания. Моя бабушка не была блокадницей, но она рассказывала, что ее знакомая, с которыми она как-то общалась в детстве, во время блокадного Ленинграда обходились там. Иногда даже без хлеба, даже такого кусочка иногда не было. И даже здесь, на Ленинмаре, на время войны, когда она была маленькая, у них хлеба не было. Казалось бы, блокадный Ленинград, вся Россия помнит, что как тяжело там было людям, но тем не менее здесь, на севере, людям было не менее тяжело. 1494 дня, да, по-моему, прошло позади. 25 грамм от горбушки на весь дом. Давайте не будем говорить о плохом. Пусть вечная память будет тем, кто не смог в блокаду выжить. И пусть блокадники живут до 100 лет. Вместе с кусочком блокадного хлеба каждый участник акции получает ленточку. Она символизирует жизнь и волю к победе. Она означает, оливковый цвет означает победа, а зелёный цвет означает жизнь. Спасибо большое, честно. Вот эти слова я запомню на всю жизнь, потому что, к сожалению, эти ленточки я редко вижу. Ресторан «Север» участвует в акции уже более пяти лет. Блокадный хлеб без подсолнечного масла и дрожжей, в отличие от настоящего, который ели в блокаду, содержит только пищевые ингредиенты. У нас больше тысячи кусочков хлеба выпечено на сегодняшний день. Люди, пожалуйста, даём людям, пробуют. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У каждого своё мнение. Акция проходила также в холле торгового центра «Дружба» и магазине «Кристалл» в посёлке Искателей. Организатор акции – региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи. В последнее время становится всё меньше и меньше людей, которые пережили те тяжёлые времена и могли бы нам передать всё то, что происходило в те тяжёлые годы. Для этого мы должны обязательно помнить это, вспоминать и передавать молодому поколению эти знания, для того, чтобы они гордились, знали и были достойными предками. Напомню, что хлеб для акции изготовил потребительский кооператив «Север» и потребительские общества Ненецкого Окрпотребсоюза. Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» направлена на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Ольга Русул, Вадим Стасёк, Телеканал «Север». 25 января в Ненецком округе стартовал пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia. В этом году в конкурсе примут участие 85 человек, которые будут соревноваться по различным профессиональным компетенциям. Подробности в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. В шестой раз в столице Ненецкого автономного округа проходит региональный чемпионат для молодых профессионалов в рамках российского проекта WorldSkills Russia. Проведение чемпионата в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией региона поддерживает нефтяная компания «Лукойл». Молодые профессионалы соревнуются по девяти профессиональным компетенциям на базе средних профессиональных учебных заведений города Наринмара. Это Наринмарский социально-гуманитарный колледж, Ненецкое профессиональное училище и Ненецкий аграрно-экономический техникум. В последнем участники WorldSkills соревнуются по пяти компетенциям – лабораторно-химический анализ, предпринимательство, социальная работа, ветеринария и поварское дело. В этом году у нас очень сложное конкурсное задание. Если до этого у нас конкурсные дни всего лишь два дня было, в этом году у нас три конкурсных дня. У нас и первые блюда готовят, и закуски, и десерты, и формы нарезки ребята показывают. Причем формы нарезки они показывают очень точные, потому что эксперты в конце их измеряют штангенциркулем. Заданием из черного ящика для будущих поваров стал соус «Башамель». Также молодым специалистам предстоит приготовить паштет из печени и горячее блюдо из говядины. Для выполнения заданий ребятам выделено четыре часа. На конкурсе по лабораторно-химическому анализу также предстоит выполнить несколько задач. То есть у них пять модулей, по которым они должны провести количественное определение каких-либо показателей. То есть они определяют катионы металла в пробе вчера, например, фотометрическим методом. Сегодня уже работают на потенциометре, то есть определяют свободную углекислоту в пробе воды и питьевой. Или же они сегодня еще определяют сахар в киселе. То есть тоже достаточно такие интересные методы. В третий конкурсный день ребятам предстоит определить массовую долю соли в составе кристалла гидрата. Что касается предпринимателей, то на этой площадке представлены не только студенты, но и старшеклассники. Ребята выполняют свои задания по уже ранее написанным бизнес-планам. Они анализируют целевую аудиторию, они анализируют маркетинговые мероприятия по продвижению своего бизнеса. Они анализируют расчеты, там окупаемость, рентабельность, прибыльность, ликвидность, НПВ и так далее. И также они представляют в целом свой бизнес-проект. У конкурсантов есть три специальных задания, которые стали известны непосредственно перед началом конкурса. В последний день соревнований предприниматели будут технически обосновывать свои расчеты и полностью представлять свой бизнес-проект. Но не только эти ребята защищают свои работы перед экспертами. Участники компетенции «Социальная работа» в первый конкурсный день также представляли выполненную работу в виде презентации. Сегодня мы выполняем третий и четвертый модули. Третий модуль сейчас ребята у нас выполняют. Он называется «Реализация социального обслуживания». Ребятам необходимо решить две ситуации, дать письменный ответ на обращение к гражданам. У этой компетенции всего два конкурса дня и четыре модуля. Последним ребятам предстояло составить профилактическую беседу с девиантными подростками. У ветеринаров активная работа также проходила в первые два конкурсных дня. Всего задания семь. Три модуля в этих заданиях. Первый модуль – это лабораторная реакция иммунодиффузии и реакция агглюцинации. Ветственная экспертиза меда и молока. Это клинические случаи, УЗИ, клиническое исследование КЗ и хирургическое наложение швов и пинтовых повязок. Это третье задание во втором модуле. Итоги чемпионата будут подведены в пятницу 29 января. Награждение победителей пройдет в Дворце культуры Арктика. При финансовой поддержке компании «Лукойл» участник, занявший первое место в профессиональной компетенции, получит сертификат на 12 тысяч рублей. За второе место сертификат на 10 тысяч, а за третье – на 8. Победитель получит путевку на всероссийский отборочный этап, в котором будет представлять Ненецкий округ. Елизавета Кабанова, Юлия Казначеева, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И на этом все. Далее смотрите прогноз погоды на телеканале «Север».